Я не люблю быть слезливым, но я не люблю излишней комплиментарности, но я безумно благодарен тем, кто очень искренне оценивает мою работу. Ну, собственно, а что искренне-то? В основном там одни комплименты, и люди меня не знают, и я их не знаю. Я, конечно, безумно счастлив, что та работа, которую я делаю, я когда говорю о себе, я всегда просто не знаю, что делать. Спасибо огромное за то, что вы меня принимаете. Я стараюсь изо всех сил и буду продолжать в том же духе. Оглянитесь вокруг. Каждый некромонгер в этом зале, каждый воин легиона, сокрушившего вашу оборону всего за одну ночь, был похож на вас. И тоже старался сопротивляться мне. Теперь все они некромонгеры, обращенные в нашу веру. Они работают на китайскую армию. У нас нет ни деталей, ни влияния на ситуацию. Кроличья лапка, скорее всего, небольшая. Стало быть, мы сумеем ее выкрасить. Маленький нюанс. Любой ценой. Ну, пожалуй, я и правда ошибся с уборщиком. С кем не бывает. Наградим парня за желание и находчивость, как если бы Шеф Густон наградил бы. Если парень ищет проблем на свою голову, мы тут при чем? Но если уж тебя так волнует его карьера, ты отвечай за него. Напомните ваше академическое кредо? Ну, сохранять, приумножать и нести знания. И работая в команде, отвечать на великие вызовы времени. Так что вы те, кто на них ответит. А задачи, что стоят перед вами, величайшие за всю историю. Знаю, тут сплошь нищеброды. Точнее, экс-нищеброды. Взять Ватсона. Интересно. Взгляните на его трость. Редкий африканский стрихнос скрывает клинок из высокопрочной стали. Ими награждались ветераны афганской войны. Отсюда вывод, что он награжденный офицер. Сильный, смелый, рожденный быть человеком дело. И опрятный, как все военные. Держись от меня подальше. Все это не угодники, ты цел? Цел ли я? А ты как думаешь? А? У меня рука сломана, у меня три треснувших ребра, у меня семь швов в гребаной подмышке. Получил ответ на вопрос? Нет? Я не цел. Вот видишь, Виктор, вот что я имею в виду. Вот что мне нравится в этой стране. Люди уважают иерархию. Ты делаешь свою работу, я свою, и все прекрасно ладят. Но вернемся к делу. У нас были проблемы с безопасностью. Короче говоря, мне нужно еще семь миллионов евро от налогов спрятать. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша был алкаш и изверг. И однажды он взбесился как-то больше обычного. Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочке это не понравилось. И вот у меня на глазах он ее зарезал. Хохотал, как сумасшедший. Потом повернулся и говорит. Чего ты такой серьезный, сынок? Он шел на меня с ножом. Чего ты такой серьезный, сынок? Он встал и не лезвие в рот. Давай-ка мы тебе нарисуем улыбку. И... Чего ты такой серьезный? Соберись, я их уже того. Все сделано. Я давно разобрался с теми, кто завалил Кейла. Но... Всех? Всех. Трупы всей группы. Всей группы? Сплошные трупы. Понятно. Не грусти, Венерка. Поверь нам, слова не умерли в муках. Не знаю, как вы договорились, но у меня есть предложение получше. 60-40. 60 вам, 40 мне. Но ставить не меньше 400 тысяч. Игрок номер 6 самый опытный. Понимаете о ком я? Я знаю вашего игрока. Он вам предложил. Я тоже предложил. А чего ты ожидал, Торетто? Думал, застанешь меня врасплох? И я тут же достану белый флаг. Слышал поговорку? Враг моего врага. Мой друг. Меня зовут лейтенант Альдерей. Я собираю особый отряд. И мне требуется 8 солдат. 8 настоящих американских евреев. Все вы наверняка слыхали, что наступление на носу. Парни, мы высадимся пораньше. Нас забросят во Францию под видом штатских. И на вражеской территории, как забравские партизаны, мы займемся одним делом и только одним будем мочить нацистов. Да, верно. Знаешь чего? Ты все видел. Ты мог пулю разложить на атомы, испарить пистолеты, бутылку в снежинки превратить, но ты этого не сделал. Тебе на самом деле плевать на человечество. Ты теряешь с ним связь, док. Храни нас, Господь. Ты все такая же красивая, как и раньше. Тебе не о чем беспокоиться. Ведь тебе не будет совсем ни капельки боли. Ты прав, он не слишком мне сочувствует. Но он здоровый, сильный. Руки-ноги на месте, голова работает. Все при нем. Но она все остальное, особенно в моем-то состоянии. Откуда он, что он делал раньше, мне наплевать. Нет, сынок, спасибо тебе. Ты показал, что каждый человек может что-то изменить. Без певца никого бы из нас здесь не было. Это от всего сердца. Смотри, не возгордись. Американцам нужен продукт, который они полюбят. Фигура, которая их объединит. Сэр, я анализировал этот закон. В нем нет никаких лазеек. Мы не можем выпустить машины на улице. Забудь о машинах. Ты видела опросы? Американцы не хотят машины. Им нужен интеллектуальный продукт. Им нужно что-то, что знает, каково это быть человеком. Мы поместим человека внутрь машины. Ясно. Преступник стоял рядом с машиной. Преступник выстрелил и, спасаясь, побежал вон туда. Что скажешь? Вас поняла. Не знаю. Зато я знаю удар, после которого у жертвы остается одно ухо, одна щека и только половина челюсти. Многие после такого выживают. Но игра на флейте – одно из многих удовольствий, которого они будут лишены до конца жизни. Он крепко задумался. Ведь было же время, когда он ни в чем не нуждался. Нет. Невозможно. Воспоминания о безбедной жизни в Сурамаре, когда энергии было вдоволь, счастливые дни до изгнания. Нет. Это просто игра воображения. Лучше выкинуть их из головы. Так проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...